Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами уже говорили о том, что Алла Борисовна Пугачева впервые за очень длительное время записала самостоятельно ролик и, собственно говоря, где обратилась к людям, к россиянам, ко всем и порассуждала о том, что мстить подлым людям не нужно, а просто нужно быть счастливой, и они этого не переживут. Многие это связали, конечно, с откровениями Понаровской в ее книге, где она назвала Пугачеву деревней и сказала, что Пугачева была деревней и будет, живущей в замке. Многие связали это с этим, но Пугачева, конечно, там не называла никого. Друзья, вместе с тем, мы с вами уже об этом говорили, многие обратили внимание на то, что Алла Борисовна, как правило, фотографируется издалека на каких-то мероприятиях, на которых там редко она появляется. Ну и если бывают какие-то мероприятия, как вот по день рождения был Арбакайте, и приехал крутой, поправьте меня сливы, по-моему, день рождения Арбакайте, приехал крутой, пытался снимать на камеру мобильного телефона, но Галкин тут же подбежал, сказал, что у нас тут свое видео и так далее. То есть потом все это обрабатывается, соответственно, и так далее. Но здесь она очень близко сняла себя, и некоторые люди, я скажу так, как вот пишут, ужаснулись. Почему? Потому что в определенные моменты, когда Алла Борисовна начала что-то говорить, у нее так немножко вылез глаз и перекосило губы. Я не придираюсь, как бы ролик вы сами лицезреете. Друзья, на самом деле, конечно, это выглядит, но нужно помнить, какой возраст и какое количество, возможно, там вмешательств было. При этом, почему я не говорю, вот кто-то написал мне, что вот вы же говорите там о Долине, о Успенской, в принципе, против пластической хирургии, что нужно стареть, естественно, а в данном случае молчите. Хотя в соцсетях обсуждают, и это ролик впервые за длительное время. Сама Пугачева взяла, сняла и ответила. Друзья, я уже сегодня объяснял, вот отдельно скажу, что, а вы понимаете, она живет сама себе. Она уже давно сказала, оставьте меня в покой. К ней никто, она никому не лезет, она никому не едет, ей ничего это не нужно. И если те, о ком мы говорим, они влияют на подрастающее поколение, как мне кажется, тем, что они постоянно стараются быть вот в этом медийном пространстве, то Пугачева, она в него вообще не лезет никак, в это медийное пространство. У нее подрастают замечательные детки. И я вот иногда наблюдаю за, значит, Лизой и Гарри, если я не ошибаюсь, по-моему, да. Но Лиза я точно знаю, потому что я смотрю, мне эта девочка очень нравится, в том смысле, что она очень такая юморная, задорная, с характером видно. И Пугачева, она как бы не претендует на то, чтобы занимать какую-то нишу или еще что-то. Она давно ее уже заняла. И поэтому, когда человек живет сам себе и делает, что хочет, ну, как его можно что-то как-то осудить, осуждать или еще что-то. Он не пытается там снимать какие-то ролики, клипы там, лезть в какие-то тусовки или еще что-то. Ну, очевидно, да, я могу сказать, что вот посмотрев это видео, естественно, ну, оно даже в этом смысле мне понравилось. Знаете почему? Потому что наглядно видно, все последствия наглядно видны. Даже, ну, я думаю, что уж если Алла Борисовна делал кто-то, то это суперпрофессионалы были. Наглядно видно даже здесь, ну, в возрасте, в котором она находится, вы видите, какая у нее, так сказать, кожа и насколько там лет, не знаю, она выглядит. Но наглядно видно, что даже здесь есть вот эти моменты, когда глаз вылазит. И, ну, это просто, ну, это не по себе, в общем, становится. Поэтому в определенной степени это наоборот работает даже, да. Вот, хотя и с Галкиным живут, любят, не знаю, они друг друга не любят, но живут и живут, в общем. Поэтому для меня, как бы, вопросов здесь никаких нет. Вместе с тем, конечно, те люди, которые многочисленно писали, что ну, 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 как это так, посмотрите, какой ужас. И вот я, к примеру, даже подобрал, не подобрал, а смотрел и наткнулся на статью. Ну, то есть люди уже сделали анализ этого видео и написали «перекошенные губы и странности с глазом». Вышедшие к людям Алла Пугачева ужаснуло народ. И вот что пишут. Алла Борисовна решила ответить многочисленным критикам, но, похоже, получилось это не очень хорошо. Комментаторы стали смеяться над Примадонной, указывая, что она переборщила с пластикой. Но это часть людей. Другая часть пишет, что здорово ответила, что мстить не надо, люди не переживут, если вы будете счастливы. И вот что пишут. В последнее время 72-летняя российская певица Алла Пугачева все чаще становится объектом критики, порой весьма незаслуженной. Примадонну обливают грязью журналисты, поклонники, бывшие коллеги по сцене. Ей достается за внешность, за манеру одеваться, за поступки в прошлом. Обычно сама Алла Борисовна никак не реагирует на негативные слова своего адреса, считая себя выше этого. Тем не менее, сегодня исполнительница хита «Миллион алых роз» неожиданно высказалась по поводу недавних обвинений в свой адрес. В своем микроблоге в Инстаграм знаменитость опубликовала видеозапись, на которой она иронично высказалась по поводу льющегося в ее адрес негатива. Пугачева считает, что критикуют ее только подлые люди, и лучше ответ им быть счастливой. «Дорогие мои друзья, — говорит она, — меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило — не надо мстить подлым людям, — говорит она. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Всего вам хорошего». Пользователи сети, однако, неоднозначно отреагировали на видеозапись. Многие комментаторы стали вновь критиковать внешность Аллы Борисовны, отметив ее любовь к пластической хирургии. Вот что пишут. «С подбородком перестарались, на мой взгляд, губы перекошенные, один глаз до конца не открывается. Но виноваты во всем, конечно же, критики. Как-то губы странно у нее косятся на одной стороне. Скольким людям жизнь и карьера переломала? Подбородок перекачала, рот кривой. Но это вот пишут люди. В инстаграме же сейчас можно писать все. Тем не менее, многие Пугачева и поддержали, отметив мудрость и своевременность ее слов. Кроме того, стоит помнить и о возрасте Аллы Борисовны. Все-таки для своих лет она выглядит отлично. И этот факт ее критики полностью игнорируют. Мне интересно ваше мнение, естественно, друзья, как всегда. Вот вы видите это видео, посмотрели это видео. Что вы думаете на сей счет? Потому что, когда смотришь просто фото, превью, да, видео, кажется, что все вообще просто отлично. Но когда начинаешь смотреть видео, конечно, в момент, когда Алла Борисовна разговаривает и видно близкое ее лицо, я бы согласился с некоторыми комментаторами, что некоторые особенности, так скажем, имеют место быть. Ну, друзья, пишите просто ваши комментарии. Что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Сразу скажу, что нет-нет, да послушаю я песни великолепные среди тех поющих трусов, что сейчас есть. Спасибо, Любовь, и Любовь, похожая на сон, и Свеча горела, и Речной трамвайчик, и так далее. И очень много песен, которых я, Алла Борисовна, очень люблю. Мы говорим сейчас немножко о другом. Жду ваших комментариев, друзья. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, на котором мы находимся, Будда Гришна. Резервный канал Будда Гришна. Лайф и Инстаграм Будда Гришна. Нижняя подчеркивая дичка на латинице. На русском Будда Гришна три российских флага. Всем пока, друзья. До встречи.